Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем курс по изучению псалтыри. Традиционно наши встречи проходят в Средненской духовной семинарии, а записываются и размещаются на портале экзегет.ру. Мы подошли к 129-му псалму, который входит в 18-ю акафизму. Настроение 129-го псалма достаточно сильно отличается от предыдущих гимнов. Как видно, бедствие, которое послужило поводом для составления этого текста, оно было серьезным, раз псалмопевец говорит о себе, что он падает в глубину, утопает в бездне. И в этом крике воззвания из глубины нет воспоминаний о избавлении из плена, нет ликования о победе над какими-то врагами. Перед нами молитва о прощении грехов. Это один из тех покаянных псалмов, говорят, он входит в состав семи покаянных гимнов псалтыри, который передает соответствующее настроение человека, который переживает всей душой какое-то бедствие. Из 3-го и 4-го стиха следует, что причиной отчаяния вполне возможно мог быть грех самого псалмопевца. И при этом его ощущение греха, его переживание греха, оно идентично переживанию греха всего народа. Плач о былом беззаконии, при этом небезнадежный. Слова «душа моя ожидает Господа» передают тоску и одновременно надежду об укрепляющем Слове Божием. Упоминание о стражах, дожидающихся утра, нам может подсказывать, что псалмопевец излебал свою душу в храме. Вероятно, он молился там по ночам. Скорее всего, Господь уже в прошлом, из опыта его жизни, может быть, он это наблюдает, отвечал как-то на его просьбы. И поэтому он верит, верит сам, и приглашает весь Израиль верить вместе с ним и без колебаний уповать на Господа, потому что у него милость и у него многое избавление. Повествование меняет свой стиль при переходе от 6 к 7 стиху. Текст 7 и 8 стиха вообще звучит как убеждение. Скорее всего, два последних стиха данного гимна за богослужением произносил священник. Между 129-м псалмом и 85-м есть очень много сходства, в частности, в отношении употребления имен Божиих. Господи, Господин. Несколько выражений 129-го псалма имеют параллели с книгами Даниила, Неемии и Паралипоменон. Например, слова «внимательные», «прощение» и другие. И это может указывать на то, что гимн был написан уже в послепленную эпоху. При этом его составление предшествовало дате завершения книги Паралипоменон. Как полагают некоторые исследователи, упомянутая в книге Паралипоменон молитва Соломона на освящение храма была составлена на основании двух псалмов, включая 129-й и 131-й. Ну а теперь посмотрим детальные содержания псалма. Первые шесть стихов. Слово «глубина» намекает на глубокие воды. Тем самым автор хочет сказать, что душа его приблизилась к вратам смерти. Водоворот воды увлекает его в бездну, куда-то там вглубь, в пропасть. Он погряз в глубоком болоте. Его словно засасывает преисподнее. Такая глубина душевного истощения связана с тем, что, совершив грех, псалмопевец отдалился от Бога. Употребляемое в псалме слово «моление» имеет тот же корень, что и слова «помиловать», «быть милостивым». Автор псалма умоляет Господа умилосердиться, ответить на вопль о помощи. Выражение «услышь», «будь внимательным» является синонимами. Это еще более усиливает тот крик о помощи, который раздается в псалме. «Умоляю тебя, Господи, прислушайся к моему голосу». Причина пришедшей беды, как я уже сказал, скорее всего, это какой-то проступок автора. И он отождествляет этот проступок с проступком всего народа. Грех его личный, он как бы становится всенародным. И наоборот, мы можем предположить, что какой-то всенародный грех он может воспринимать таким образом, как свой личный. В третьем стихе употребляются два разных рода имени Господа. Краткая форма от «яхвы», буквально «ях» и имя «Адонай», которое лучше перевести как «господин». «Замечать» означает помнить, иметь в виду, записывать на своем свитке, не оставлять без внимания, без наказания. А «устоять» означает избежать осуждения, остаться в живых. Для того, чтобы почувствовать значение этого слова, хорошо бы себе представить, как ты находишься перед лицом грозного, могущественного, великого царя, который в лицо тебе говорит какие-то вещи, от которых хочется просто упасть или куда-то скрыться. Перед Господом никто не может устоять. Его явление – это как огонь попаляющий. Если бы Господь судил строго, никто бы не устоял, никто бы не смог выжить. И, соответственно, Псалма Перца преследует страх. Он боится. Он стоит в доме Божием, но ноги его дрожат. Потому что только тот, у которого руки неповинные и сердце чистое, достоин войти в храм и получить милость Господа. Господь, тем не менее, не строгий и небеспощадный судья. Он всегда готов простить. Он устрашает не для того, чтобы нагнетать панический страх, а для того, чтобы люди перед ним благоговели, дрожили его милостью, не сразу забывали его благодеяние после получения просимого. Не страшась Божьих карп, Псалма Перец всем своим существом устремляется к Творцу. Он всей душой надеется, с тоской и нетерпением ожидает познания Его Слова. И это ожидание небезнадежно, поскольку Господь обещал спасти уповающих на Него. И вот как часовые, которые день и ночь ходят вдоль стен или по стенам города, и ночью ожидают утра, как левиты, которые совершают по ночам свое служение, поддерживая огонь на жертвеннике и лампады в храме неугасимыми. И они знают, что в конце концов ночь пройдет, взойдет солнце, наступит день. Так и псалмопевец, он уверенно и с надеждой ждет благоволения Господа. Ибо для благоговеющих пред Ним взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. В последних двух стихах псалмопевец призывает сынов Израиля уповать на Господа и на Его милость. Краткая форма «он спасет» означает, что спасти может только Бог, никто иной. Обычно псалмы говорят об избавлении от смерти, угнетении или скорбей. А автор данного псалма делает акцент об избавлении от беззаконий. Избавление от всех беззаконий предполагает как прощение грехов, так и избавление от наказаний за совершенные грехи. Иными словами, восстановление человека в его первоначальном достоинстве. Подведем итоги. Из глубины сердца, из глубины личного опыта взывает к Богу автор десятой песни восхождения. Из глубины «возвал» по святителю Иоанну Златоусту, значит, расположился душой. Усилил молитву, усилил молитву так, чтобы она стала напряженной, исполненной слез покаяния. Ошибочный поступок или неверный образ жизни привел псалмопевца в состояние сокрушения. И вследствие чего и родился данный покаянный псалом. Глубина преображения человека, очистившегося слезами покаяния, свидетельствует, что, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Он верит, что у Господа прощение. Прощение, которое является самой сутью природы Бога, следствием его безграничной любви. «Бог есть любовь», — пишет апостол Иоанн Богослов, «и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Посему, даже если ты пал, не бойся подняться и воззвать к Богу. Хотя бы и обстоятельства угрожали смертью, не переставай ожидать от него спасения», — замечает Иоанн Златоуст. «Из глубины душевных мук направь к нему свой крик, направь свое воззвание вверх к небу, и тогда из глубины своего сострадания Бог пошлет к тебе вниз на землю свою спасительную помощь». Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok